Мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе приостановила работу своих патрулей. Об этом сообщил глава миссии Александр Хук. Напомню, вчера в Луганской области на подконтрольной боевикам территории автомобиль миссии подорвался на мине. Один человек погиб, двое были госпитализированы. Ведущие мировые политики призывают как можно скорее расследовать эту трагедию. Все подробности в материале Оксаны Кундеренко. Имен пострадавших в ОБСЕ пока не разглашают, но сообщили их гражданство. Погиб медик-контрактник из США, раненые наблюдатели из Германии и Чехии. Состояние пострадавших удовлетворительное. Из больницы в Луганске их выписали, отчитались представители так называемой ЛНР. Оба выписаны в стабильном состоянии, не нуждающиеся в дополнительном лечении, именно в плановом. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, несмотря на произошедшее, работу свою продолжит. Хотя и признает, выполнять ее становится все сложнее. Даже в Госдепартаменте США заявили, риски для международных наблюдателей на востоке Украины слишком занижены. И призывают Россию повлиять на боевиков, чтобы те не препятствовали ОБСЕ. Мы остаемся верными нашему профессиональному долгу. Мы обязаны работать ради мира для всего украинского народа. Трагедия очень повлияла на наш персонал, на нашу команду. Мысленно сейчас мы с родными погибшего, а раненым желаем скорейшего выздоровления. А еще в ОБСЕ заговорили об усилении своего присутствия в Украине и даже о полицейской миссии. В своем заявлении канцлер Германии Ангела Меркель обвинила в произошедшем пророссийских боевиков и призвала как можно скорее расследовать инцидент. Представители немецкого правительства возлагают особую ответственность на тех, кто поддерживает боевиков в Москве. И с сожалением констатируют, что встречи в нормандском формате в свете случившегося созвать станет сложнее. Высказались и дипломаты из Франции. Министр иностранных дел Жан-Марк Эро призвал боевиков обеспечить беспрепятственный доступ ОБСЕ ко всей подконтрольной им территории. А вот в России во взрыве увидели провокацию и тоже призвали к расследованию и поиску виновных. Оксана Кундеренко, подробности, телеканал Интер.